Ребята, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelive.com.ua. Сегодня буду рассказывать и показывать вам смартфон ZOPPO ZP1000. Очень интересный аппарат, в первую очередь в плане своего дизайна, да и по техническим характеристикам тоже достоин. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке, наименование, все технические характеристики. Давайте быстренько посмотрим его заводской комплект. Значит, в комплекте поставляется вот такой вот оригинальный пластиковый бампер, который одевается на заднюю крышку и, в принципе, довольно таки удобно с ним. Далее в комплекте идет пленка, идет зарядка, гарнитура и USB кабель. Обязательно в комплекте с телефоном поставляется вот такая вот вилка для того, чтобы открывать в смартфоне слот под SD карты, под симки. Итак, что собой представляет смартфон? Смартфон мне очень нравится по внешнему виду, поставляется эта модель вот в таком вот корпусе с золотой задней крышкой, есть серая задняя крышка и есть в голубом исполнении и в таком темно-синем. Смартфон имеет 5 дюймов, спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Они легонько подсвечиваются, очень незаметно. Меню домой-назад. Сверху фронтальная камера на 8 мегапикселей, динамик, датчики приближения освещения и в правом верхнем углу есть датчик пропущенных звонков, то есть цветовой индикатор. Сверху разъем под наушники, довольно-таки удобно все реализовано. С этого бока есть качелька громкости и кнопка включения-выключения. Снизу микрофон и разъем microUSB 2.0. С этой грани есть у нас слот для симок. Сейчас продемонстрирую вам. Я недавно делал обзор на UMI X3. Вот, как мне кажется, практически полный аналог, в плане корпуса и даже софт камеры идентичен. Значит, здесь у нас слот под две симки. Одна симка micro, вторая симка nano. Не совсем это, как по мне, удобно. Однако, ради такого корпуса стоит чем-то жертвовать. Толщина корпуса составляет приблизительно 7 миллиметров. Он очень тонкий и очень такой изящный и красиво смотрится. Мне очень нравится. Основная камера на 14 мегапикселей. Есть вспышка. Вспышка нормального уровня. Второй микрофон. Динамики. Крышка металлическая. По дизайну, я уже говорил, мне модель очень нравится. Он монолитный. Корпус сборка. Все идеально. Ничего не трещит. Ничего не преломляется. Никаких люфтов здесь нет. Основным недостатком этого смартфона по монолитности, я могу сказать то, что у него нет слота под microSD карточку. А своей памяти всего лишь на борту 16 гиг. Давайте посмотрим технические характеристики через программу Antutu. В Antutu он набирает стандартные 25-27 тысяч баллов по техническим характеристикам. Модель ZOPPO ZP1000. 422 Android. Восьмиядерный 6592 MTK процессор. Разрешение дисплея здесь HD. камера 14 мегапикселей. Здесь 1 гиг оперативной памяти и 16 гиг встроенной. Слотов под какие-то отдельные карты памяти здесь нет. Частота процессора 1,6 гигагерца. Мали 450 графический ускоритель и фронтальная камера на 8 мегапикселей. Что касается датчиков. Здесь хорошо работающий GPS. Bluetooth. Wi-Fi. Компас. Датчик приближения. Датчик освещения. Нормально работающая вспышка. Здесь нет технологии NFC. Есть гироскоп. Есть само собой акселерометр. И плюсом небольшим будет то, что работает OTG. То есть в любом случае памяти хоть и немного 16 гиг, но карточку и флешку можно будет подключить через OTG кабель. Количество точек касания мультитач здесь пятиточечный. Прошивка 422 Android. Поставляется он с такой прошивкой с заводом. Мы их не прошиваем, потому что прошивка работает нормально. Все на русском языке. В настройках сейчас продемонстрирую вам номер сборки смартфона 4 месяца, 2 месяца назад. Довольно-таки свежая прошивка. Все тут более чем стандартно. Есть выпадающее меню быстрого запуска. Здесь заострять внимание я не буду. Теперь, что касается экрана. Я думаю, что вы уже заметили и меня тоже немножко смутило. Вот это вот черная рамка на экране. То есть, казалось бы, можно было бы поставить такой полноценный большой экран, но как-то вот черная рамка. Я не могу понять, для чего она, что она выполняет, ну и зачем это. Обычно в смартфонах таких рамок вокруг экрана нет. Экран здесь яркий, собран естественно по технологии IPS, OGS, то есть никаких воздушных прослоек нет. Углы обзора отличные. Довольно-таки яркий экран. Честно сказать, никакого дискомфорта в том плане, что здесь HD экран я не испытываю. Изображение довольно-таки качественное, сочное. Пикселей тоже я здесь не вижу, и вы тоже не увидите. Только если там разглядывать, сблизи, увеличивать. Яркость минимальная. В принципе, вот такого уровня, максимальная. Я только что уже на ней продемонстрировал вам экран. Она вот такая вот. Смартфон этот не является топовым среди процессоров МТК 6592. А поэтому разработчики, не знаю почему, взяли такую моду. Есть вот в таких экранах не самых крутых, скажем так. По диагонали темный цвет представляется в серых тонах, он сереет и светлеет. Так, углы обзора, вот эти вот прямые углы обзора, они хорошие. Изображение хорошо видно, все четко видно, что картинка на поверхности, а это подтверждает еще раз ОГС технологию. По производительности смартфон с восьмиядерным МТК 6592 с одним гигом оперативной памяти, то есть эта модель аналог THL V200S, у которого с играми никаких проблем нет. Давайте посмотрим, как эта модель справляется с современными играми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Звучание внешнего динамика, как вы могли уже услышать в играх, довольно-таки громкий динамик, хорошо звучит Среднего уровня звучания у смартфона через наушники Не хватает мощности звука, но в принципе такая проблема есть практически у всех MTK 6592 И сложно найти смартфон, где бы звучание было идеальным Что касается микрофона и разговорного динамика Микрофон отличный, слышно, супер А вот разговорный динамик тоже очень среднего уровня Я увеличивал громкость через инженерное меню Только в этом случае у меня получился более-менее хороший динамик В плане того, что мне было хорошо слышно И можно было нормально пользоваться этим смартфоном Аккумулятор здесь встроенный Здесь монолитный корпус, напоминаю Он на 2 100 мАч Я делал, как всегда, тесты Сейчас с вами результатами поделюсь Значит, в программе Antutu Tester набрала модель 555 баллов Это вполне себе такой средний результат Примерно такой же результат показывал THL V200S В режиме игры с максимальной яркостью, естественно Со 100% до 5-2 часа 35 минут Нормальный средний результат И результат воспроизведения видео Просто видео, не из интернета А в видео в формате HD Через MX Player с максимальной яркостью 4 часа 28 минут Это было со 100 до 3% Хочу сказать также, что когда смартфон набирает 5% зарядки То он разряжается очень быстро после этого То есть буквально за пару секунд До 30 секунд GPS я также тестил С GPS также нет никаких проблем Ловит он быстро Ловит довольно-таки много спутников Ну, я не скажу, что прям очень много Но вот 5-6 он ловит, держит их И обозначает местоположение на карте Камера здесь 14-мегапиксельная основная камера С хорошим автофокусом Сейчас вам покажу настройки Вот, 14 мегапикселей Видеозапись идет в формате Full HD Фронтальная камера без автофокуса Есть тут хорошая довольно-таки вспышка Поэтому я вам эти все фотки и видео покажу, которые сниму Вот я фотографировал газету Газета большая То есть это намного больше, чем А4 формат Это, скорее всего, формат где-то А1 получается Нормально фотографируют Даже с большого расстояния То есть все достойно, очень Камера мне понравилась Мне понравилась, как работает вспышка Вспышка, ну, она не будет идеальна Она не будет лупить, как в зеркалках Однако, какой-то объект не на большом расстоянии Можно будет нормально сфотографировать В принципе, основные моменты этого смартфона я вам показал Цена этого смартфона у нас в Украине В наличии в нашем магазине Будет составлять приблизительно 260-265 долларов В зависимости от курса долларов, гривну Что могу сказать про этот смартфон? Смартфон среднячок по техническим характеристикам Но смартфон абсолютный лидер Как по мне, по внешнему виду Благодаря такому внешнему виду Можно мириться и с неудобными двумя симками Nano-SIM и Micro-SIM Благодаря... То есть металлический корпус Корпус настолько монолитный Он абсолютно как единое целое Как вот была модель Huawei P6 Вот такого же класса и уровня корпус Выполнен в этом смартфоне Экран довольно-таки яркий Камеры неплохие Аккумулятор среднего уровня Звучание мне в основном не понравилось Но нужно играться с инженерным меню Тогда можно достичь более нормальных результатов Минусом однозначно является то Что нет у этого смартфона слота под SD-карточку И своей памяти всего лишь 16 То, что здесь HD-экран И то, что здесь 1 гиг оперативки Ну, за эти деньги я не считаю это минусом Это то же самое, что есть и у THL V200S При этом, что этот, что тот смартфон Отлично справляется с играми Изображение экрана тоже отличное И отличить Full HD от HD на диагонале 5 дюймов Я уже снимал неоднократно много видеообзоров Я считаю, что это очень несущественно Есть люди, которые принципиально хотят Full HD И таким людям ничего не докажешь Я не имею ничего против Для этого выпускают разные смартфоны Но за такие смартфоны нужно платить больше денег Я считаю, что модель очень достойная Возможно, даже задумываюсь о покупке этого смартфона Только благодаря дизайну Еще посмотрю, как будет выглядеть он с серебристой крышкой И синий вариант Для меня перейти на вот такие вот симки Это не проблема Хоть у меня и две полноразмерных Но ради такого дизайна, в принципе, я готов Наверное, в будущем перейти на эту модель Мне очень понравился смартфон Я всем советую Цена оправдана Это самая дорогая модель Допустим, если сравнивать THL-V200S T11 и вот ZOPPO ZP100 Ну вот он самый дорогой из этой тройки Но я думаю, тут есть за что платить На этом все Спасибо за внимание Всем, кто ставит лайки Отдельное спасибо Комментируйте Кому не нравится Ставьте дизлайки Пишите комментарии, что вам не нравится Буду всем стараться отвечать Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok